приветствую вас уважаемые любители рыбалки на канале силер фокс сегодня хотел бы рассказать то что я беру с собой на зимнюю рыбалку то есть мой ящик мое снаряжение то что я беру на водоем для зимней ловли ловля будет происходить на одном из подмосковных водоемов это река река петрица очень много видео на моем канале выложено она довольно таки хоть наху близко находится от того места где я живу и довольно таки часто так сказать домашний мой водоем на котором я бываю и довольно таки часто я его посещаю на реке петрица это район сосновки вот находится на городе климовские платформа гривна вот находится довольно таки близко где-то минут 20-25 пешком занимает по городской черте вот этот водоем собираюсь я туда вот на данном примере я буду показывать то что я беру на зимнюю рыбалку с собой и прежде всего хотел бы сказать то что я не являюсь приверженцем рыболов которые носят собой на рыбалку зимние ящики вот но это я считаю более так сказать лично то есть кто-то наоборот зимние ящики предпочитает кто-то не берет я не беру они не не удобные они не не нравятся грубо говоря то есть мне легче собрать его снаряжение в том виде в котором я пользуюсь сейчас я вам покажу ну прежде всего весь этот набор состоит из сейчас начнем начнем с удилищ зимних я их храню в такого контейнера то есть они не побьются и ударятся они запутаются ничего довольно таки нормально не при тряске приходи они ничего с ним не бывает вот контейнер здесь у меня поплавочные сна оснастки и здесь у меня вот сколько на уделишь 10 на выбор под разные условия и беру но это не весь запас это вот конкретно для озера для прудов вот это снаряжение далее что у нас и далее идет у нас кормушка поскольку я приезженец не ходовой ловли не поисковой хотя иногда условия вынуждает заниматься данным видом но я все-таки предпочитаю заседующим то есть приезжаю закармливаю две точки для рыбалки то есть у меня стратегия так а выбираю там еще место свал и ловлю на этом свале и соответственно еще каким пупки то есть если я уже знаю где буду ловить куда я еду я беру с собой кормушки закану две точки одну на свале то есть смели на глубину и соответственно одну на подберегом есть определенное место интересно довольно таки вот подмытый берег много там плотвы и окуня вот можно довольно таки с успехом отловиться в том месте то есть если в одном не клюет то в другом можно подойти попробовать вот берем кормушку кормушку у меня обычная зимнего там довольно таки объемистый есть более мелк маленькие у нас кормушки зимние для пеконок есть более крупную в него довольно таки крупная закормку с две-три кормушки хватает для того чтобы закормить там пятачок из 5-6 лунок вот на старый как как блин катушки леска у нас 0 до 25 нам здесь стоит старая то есть которая отработала свое удилище у меня я перемотал сюда как вспомогательная далее что я беру это поплавки запас то есть мало ли что случилось надо адаптировать удилище под более аккуратный клюв или наоборот по более такой если течение появляется или же порвалась другая снасть или более грубый клюв рыбы то есть принципе можно поставить если клюв сильный хороший уверенный то в принципе это будет достаточно таких крупных поплавков есть одна составные поплавочки вот такие есть двух составные уже будет считается лещевой вариант называемого ловят на подъем чтобы видно было поклевка я ловлю на том водоеме плотву и плотву ловлю луками в принципе эти поплавки уже которые на подъем ориентированы я им пользуюсь на другом водоеме в наборе они присутствуют далее далее у нас идут два набора мормышек первый это вольфрамовый вот такая двухсторонняя коробочка это вольфрамовом мормышке и соответственно оловяно-свинцовые мормышки здесь же также присутствует блесна то есть если подходит у нас или окунь можно попробовать окуня половить на отвесную блесну ходить вдоль берега если совсем белая рыба не интересуется рыбалка здесь также у нас вот эти чиселки для блесен для мормышек вот это второго далее у нас идет тубус тубус у нас с кивочками разные разнообразные кивочки здесь удобно носить прикупила себе в одном из школьных магазинов канцелярии вот стоит этот тубус 30 рублей я вас уверяю такой же тубус будет стоить специализированном магазине рыбалону раз в три точно дороже сэкономим тубус с кивочками далее идет у нас черпак черпак это вот этот данный модель это покупной к сожалению нет у меня самоделок остались они у меня на даче пользуюсь я ему таким это в принципе хватает для вот таких для выездных там выходных рыбалок как я их называю несерьезных выходных рыбалок этого хватает не нравится мне не тем то что вот в этом месте они очень слабые в этом стыке если уже мороз там и просверлили там 8-10 лунок начинайте облавливать и мороз там примерно где-то 8-10 градусов соответственно не схватываться и когда вы идете уже непосредственно там две-три область просверлили в ряд в подряд вдоль берега шахматном порядке или в линию и бур поставили забурили вернулись первое начинайте облавливать методичным то есть от мороза от минус 8-10 но уже тяжеловато будет потому что лунку разбиваете и на этом стыке она гнется очень здорово гнется ребят черпак блин я недоволен честно говоря недоволен но пользуюсь надо съездить забрать очередной раз на даче я забыл конечно забрать ну зачем забирать как едешь помнишь собираешься помнишь а когда домой приехал уже забыл так бывает так ну и последнее на один из последних то что я хотел бы рассказать по поводу снаряжения и оборудования это мотыльница и так называемая моя рабочая мотыльница есть мотыльница для хранения она у меня двухсекционная есть вот такая рабочая то есть я пользуюсь общественным транспортом добираюсь до места рыбалки на электричке электричках на автобусах и так далее тому подобное и непосредственно когда в электричке нахожусь я уже запасной перекладываю в рабочую часть мотыля там одну треть забираю в рабочую и закрываю нашу соответственно запасах у себя в кармане чтобы не замерзла для чего это делается для того чтобы в морозную погоду лавяна водоеме открываете постоянно допустим в одну коробку положили а зачем это делать за нафиг не надо мороз минус 15 вы открыли соответственно там хватает мотылью как-никак влажные ребята он не сухой это не опарыш ничего он влажный соответственно при контакте с внешней средой он мерзнет и становится хрустальным ну и соответственно там после часа двух-трех постоянных открывания и насадки-перенасадки у вас мотыль погибает вот для того чтобы у вас был более-менее свежим отель я его травлю делю соответственно таким методом то что я хотел бы показать рассказать дальнейшем поскольку я не пользуюсь ящиками я пользуюсь только рюкзаком рюкзаком удобнее смотрю кому как я себе вырезал не я себе попросил отца на работе есть 40 литровой канистры сделал обрезь и соответственно в такую канистру все влезает спросите зачем это надо ну как бы да если морозная погода это нормально то есть принципе у вас ничего особо такого не будет если же у вас вот теперь вы ставите рюкзак налет и соответственно вода как бы не было бы у меня качественно у меня качественный рюкзак спасибо магазину сплав за это вот взял раптор 80 пользуюсь им порядка четырех-пяти лет уже здорово здорово радует он меня радует и езжу я с ним и на рыбалку и за грибами и на охоту то есть ни разу не не подводил я ни один тренчик ничего там не поменял то есть как купила пять лет назад так до сих пор у меня сумма большом заводском у меня есть оборудование очень очень классно у них мне нравится кто-то будет приобретать я советую брать в эту компанию далее ну и соответственно не только из-за того что все оборудование снаряжение промерзает я для порядка соответственно берем и укладываем все сюда чтобы у вас не валялось все рюкзаку берем раз соответственно мормышечки вот это вот дело и вот это все у меня все собраны меняются будет ставить в рюкзаке собрана не разбросаны по всему рюкзаку оборудование снаряжение все это мы убираем в сторону далее что следующее я еще беру на рыбалку я беру соответственно пакет на рыбу кто-то берет пакет я пользуюсь вот таким водонепроницаемым чехлом что на летних рыбалках что на зимних рыбалках соответственно это же компанию может увидеть это не реклама это ничего это честно говоря я взял я его свое время потратился стоит он не дешево но он этого стоит то есть я только у него бы перевозил просто немерено это все он закатывается вот таким образом закатали застегнули соответственно у вас рыба из рюкзака уже никуда не денется то есть она вас не порвется этот мешок он не вытечет и соответственно будет у вас не пахнуть не снаряжение не рюкзак не одежда и так далее и тому подобное все хранится здесь и более того вот я на зимних рыбалках немножко снежку накидываешь укладываешь на рыбу и соответственно как тормозунка там пакет получатся вот я уберу сюда поставь собой постоянно на рыбалке иногда если не нахожу тогда уж беру пакет из сетевых магазинов далее что у нас идет на зимнюю рыбалку следующее это термос без термоса я на зимнюю рыбалку не езду в качестве согревательного он не очень и очень помогает алкоголь я не употребляю то есть соответственно на это и не надо потому что умный человек прекрасно понимает то что алкоголь он дает просто обманчивая такое понятие как тепло ничего ни фига не тепло сосуды вас расширяется вы еще замерзать еще быстрее то есть термос тоже самой темы вот литровый для одного человека для одного рыболовного дня на реке на пруду на озере этого в принципе достаточно то есть попить чаю или кофе кто что употребляет я пью чай кофе не особо долюблю свое время очень много попил поэтому не люблю беру с собой чай заваривал соответственно термос тоже идет даже укладывается далее идет у нас ремкомплект ремкомплект идет у нас для мура что мне уходит не уходит поправочная бумага соответственно набор отверток ножи сами у меня здесь салфетки упакованы смены на случай если попадаете на песок на пупок там на пупок может нанести и такого то что то начиная от песка и закачивать камнями то есть делайте 3-4 оборота и у вас соответственно ножи на бури уже все они севшие надфиль то есть вот для обработки для поправки ножей бура чтобы дальше остаться и накидной ключ соответственно для того чтобы сложить бур в зимнее время изолента куда сейчас без изолента использую я для хранения такой пакет у кого есть кошки я думаю поймут у меня довольно таки качественные пакеты как ни странно домашние питомцы меня не снабжают постоянно пульс не рвется ни в морозе ничего не бывает этот ремкомплект убираем сюда же далее идет у нас сам рюкзак в который я все убираю ну и соответственно идет бур бур у меня ленинградский еще со старых старых времен он у меня перекрашенный крашеный крашеный давным-давно в таком чехле я уношу запасном сюда же кстати говоря зря я убрал сюда же можно убрать вот чистить шубу чистить шубу ну в принципе все в таком видео здесь есть удобно на плечо закинуть можно сумка вот удобно в принципе все что я хотел рассказать вот именно по снаряжению потому что я с собой беру на рыбалку я вам показал вот в итоге все что я убрал сюда вот будет выглядеть примерно вот так все это вставляется как капсулу в рюкзак и все это несется и не разбрасывается все здорово не брончит не раскидывается не ломается никакого хаоса нет вот и лямки соответственно на вас то есть мне проще носить на спине нормально с разгрузочной системой своего рюкзака чем таскать это что-то непонятное квадратное на одной плече постоянно меняя тем более при моем образе рыбалок при моем движении постоянно по области для меня это самый оптимальный самый удобный вариант в принципе все все что я хотел сказать в этом видео я сказал спасибо тоже просмотрели мое видео на канале silver fox удачи вам ребят них восстанет чешуи увидимся всем пока пока